В минувшее воскресенье, 22 мая, на лыжной базе в урочище Иоланда состоялись всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию Российский Азиму-2016, в котором приняли участие более 900 спортсменов и любителей из Горно-Алтайска и Майминского района. Более подробно смотрите в нашем следующем видеосюжете. И готовились! Появившись впервые в 2006 году, Российский Азиму тогда собрал более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха по всей стране. В Республике Алтай впервые соревнования состоялись в 2008-м, тогда на дистанцию вышло порядка 2000 участников. Сегодня Российский Азиму – самые масштабные и многочисленные состязания по спортивному ориентированию в мире, сравнимые популярностью с лыжней Россией и кроссом наций. На соревнованиях принимают участие все возрастные категории населения. Спортсмены, желающие просто поучаствовать. Возрастной ценз от 7-8 лет до 70 и старше. По предварительной регистрации у нас было зарегистрировано 907 участников. Возможно, сегодня еще кто-то подошли, кто-то, может быть, из тех, кто заявился, по каким-либо обстоятельствам могут не прийти. Но спортивное ориентирование, я считаю, очень многое дает для жизни в любом возрасте, для мужчин, женщин, для детей. Значит, ну что это? Спортивное ориентирование – это не только физическая подготовка, но это и умственная работа. Значит, ориентировщики говорят как? Беги не быстрее, чем думаешь. Если голова отстала, а ноги убежали, можно потеряться, заблудиться, потерять время. Поэтому вот спортсмен должен сочетать в себе и физические свойства, значит, и умственные способности. Победителями и призерами соревнований стали более полусотни спортсменов в 20 возрастных категориях. Специальным призами были отмечены самые юные участники соревнований – Акчин Сергей и Тадыкина Азалия, и самые возрастные, ими стали Годов Евгений и Левенцова Эльвира. Победители и призеры получили медали, дипломы и памятные призы от Минспорта России и Республиканского комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова